Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Татьяна Динер. Здравствуйте! Смотрите сегодня в программе. Случайность или роковая ошибка? Следователи выясняют, стал ли причиной смерти 10-летней девочки приезд в скорой помощи через 8 часов после вызова. Тонем не потонем. Кто поможет жителям Лебяшки спасти урожай? Продам крокодила. Наигрался. Как складывается судьба диких животных, когда они надоели хозяевам? На Алтае возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки-инвалида из Угловского района. Врачи с рождения поставили ребенку диагноз гидроцефалия и давали прогноз, что жить она будет не больше полугода. Однако девочка дожила до 10 лет. В мае у нее случился очередной приступ и в районной ЦРБ принять необходимые меры не смогли. В учреждении не работал аппарат искусственной вентиляции легких. Он не работает. Понимаете, да смешного. Выдается, значит, неисправенность левого датчика. Говорит красным, мигает. Муж говорит, а это что такое? А вот что это неисправен? Он говорит, да он не работает. Но это не важно, говорит. Кислород типа будет все равно поступать. Знаете, мы потом лежали в Барнауле в реанимации. Я никогда не видела, чтобы сколько мы туда заходили в течение 7 дней, чтобы там вообще что-то мигало и что-то выдавало. Я, естественно, бегу к главному врачу, забегаю в кабинет. Только, вы знаете, только я открыла дверь. Он мне говорит, пошла вон отсюда вас. Я говорю, мне нужна реанимобиль. Вызывайте реанимобиль. По словам родителей, после этого врачи все же вызвали ребенку реанимобиль. Из соседнего Рубцовска медики приехали лишь спустя 8 часов после звонка. Девочку забрали в краевую столицу. На тот момент она уже была в состоянии глубокой комы. За жизнь ребенка врачи боролись неделю, но девочка скончалась. Родители обратились в Минздрав и прокуратуру. Рубцовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Следствию предстоит дать юридическую оценку действиям медицинского персонала трех медицинских учреждений. Расследование уголовного дела продолжается. Спасатели до сих пор устраняют последствия урагана, который бушевал в выходные сразу в нескольких селах советского района. Напомним, из-за сильного ветра и града повреждены крыши 400 домов и сломано более 200 деревьев. Специальная комиссия подсчитала, что от удара стихии пострадали жители 350 домов и будет ли им выплачена денежная компенсация, пока не сообщается. Спасатели уже очистили территорию 50 дворов и двух парков от поваленных деревьев, демонтировали поврежденные крыши. Спиленные деревья развозят малоимущим и пенсионерам на дрова. Электроснабжение в районе восстановлено полностью. Поскольку сейчас ситуация в Советском стабилизировалась, часть спасателей покинула райцентр. За оперативность их поблагодарил глава села. Уважаемые друзья, от всего сердца, от администрации, от жителей района большое вам человеческое спасибо. И хотелось бы, чтобы такие случаи не повторялись. А в барнаульском поселке Лебяжье, несмотря на откачку грунтовой воды с помощью современной техники, продолжают топить подвалы, домов и участки. На днях проблему взял на контроль глава администрации Барнаула Сергей Дугин, который побывал на месте откачки, где коммунальщики отчитались о том, что удалось снизить уровень воды более чем на 20 сантиметров. Но природа все возвращает на свои места. Рассказывает Алексей Янкин. Затянула тиной гладь Лебяжинского пруда уже несколько лет. Этот, казалось бы, спокойный водоем – головная боль местных жителей. После того, как лет 8 назад пруд неудачно почистили, уровень воды в нем стал повышаться. А вместе с ним поднялась и грунтовая вода. Начала пробираться в подвалы, погреба, огороды, рушить постройки. Этот гараж – лишь один из эпизодов, демонстрирующих невидимую силу воды. Он сложился весной этого года. Можете понаблюдать, что от него осталось. Пенсионер Анатолий теперь редко глушит свой насос. Он – его единственная надежда – хоть немного осушить огород и жилище. Впрочем, надежда призрачная. Из-за перезбытка влаги в почве картошка все равно зачахла. А крышку подполья хоть совсем не открывай. Там только рыбу разводить, говорит. Под домом все время стоит вода. Пожалуйста. И зимой уровень упадет к весне, а весной – но не до конца. То есть даже этим погребком, который у меня вот так, по пояс, им пользоваться и зимой нельзя. С водой, грунтовой или озерной в Лебяжьем сталкиваются несколько сотен домовладений. Масштабы проблемы у всех разные. Семья Кодок, например, вообще может кормить диких уток прямо у себя в ограде. Надежду на перелом в борьбе с неугомонной стихией должен был внести визит чиновников. В составе делегации, которая побывала здесь накануне, был и сетименеджер Сергей Дугин. Как пишет сайт администрации города, на канале во время визита работала недавно закупленная мотопомпа. Коммунальщики доложили, что им удалось снизить уровень воды более чем на 20 сантиметров. Но очевидцев ни эта цифра, ни сам визит почему-то не впечатлили. Часа три они его не включали, ждали все распоряжение чиновников. Потом сюда наехала такая толпа чиновников, которым если по ведерочку дать, они бы это болото вынесли за пределы города за три дня без насоса. Вот что-то они тут спорили, говорили. Насос этот включили. И как потом соседи говорят, кто-то выразился, что он что-то маломощный. Такие огромные болота он не сможет откачать. Сегодня на берегу озера, где еще недавно работала помпа, тихо. Жители гадают, запустят ли вновь так необходимый им насос. А тем временем проливные дожди, которые никак не покинут краевую столицу, кажется, уже свели на нет. Недавние успехи по откачке воды. Вода в озере, по словам местных, вновь прибывает. Алексей Янкин, Павел Лауранин. Наши новости. В Крае обсудили возможность объединения Рубцовска и Рубцовского района в агломерацию. В частности, это позволило бы решить проблему качественной питьевой воды. Сейчас ее нет в районе, но в избытке в городе. Пять сел запитаны от водопровода Рубцовска, но вода нужна еще нескольким населенным пунктам. Сложно району обслуживать и магистральные водопроводные и тепловые сети. О будущем Рубцовска и Рубцовского района говорили участники форума, посвященного развитию третьего по величине города-края. На повестке дня у основных спикеров заседания были несколько вопросов касаемо тепло, электро и водоснабжения города, работа программы «Современная городская среда», а также привлечение волонтерской помощи для благоустройства Рубцовска. После выступления участников форума с докладами рубцовчане смогли задать им волнующие вопросы. Центральной темой стало теплоснабжение. Я вижу потенциал, что город будет прирастать промышленными предприятиями. И в этих условиях мы уже заглядываем на десятилетия, на полтора, может быть, вперед. И готовим площадку, базу для расширения теплоисточника с учетом новых нагрузок. Активное обсуждение проблем и задач прошло на площадке предпринимательства и малый бизнес. Одной из волнующих и самой животрепещущей темой стало взаимодействие власти и малого бизнеса. По мнению участников форума, городу нужны кардинальные системные изменения в развитии предпринимательства, благодаря чему станет возможным продуктивная совместная работа муниципалитета и бизнес-сообщества в едином направлении. Давайте соберем всех наших предпринимателей, давайте организуем вот это сообщество предпринимателей, создадим аппарат, который будет заниматься рутинной работой и принимать обращения наших предпринимателей. И чтобы предприниматель бежал и не искал каких-то ходоков в администрацию, или через кого он может что-то решить, а был совершенно нормальный орган, который будет отстаивать интересы предпринимателей. Центральной темой форума «Рубцовск. Пути развития» стал проект получения рубцовском статуса территории, опережающего социально-экономического развития, который должен в корне изменить положение дел в городе и стать фундаментом для возрождения Рубцовска как одного из ведущих сибирских центров промышленного производства, проектно-конструкторских и научных разработок. Для реализации проекта ТАССР на территории Рубцовска есть все необходимые критерии, такие как наличие свободных площадок, на базе которых без дополнительных затрат возможно организовать различные виды производства, от промышленного до текстильного. Также были поставлены задачи по модернизации техвооружений уже имеющихся предприятий города, интеграции с европейскими производителями. Завершающим штрихом форума стало пленарное совещание участников всех площадок мероприятия. Уполномоченный представитель от каждого направления резюмировал окончательные предложения по развитию Рубцовска. Всеобщим голосованием резолюция была утверждена и подписана. В том числе по совершенствованию законодательства прозвучали некоторые предложения по изменению формирования дорожного фонда, по изменению налогообложения к микробизнесу. Это озвучивается не впервые. Рубцовск в этом смысле, конечно, не уникальный город. Уникальная возможность говорить сегодня об этом в большой, в открытой аудитории. Теперь задача рубцовских властей продолжать работать в намеченном направлении и воплощать в жизнь все поставленные на форуме цели и задачи. Екатерина Камышева, Яна Писарева, Николай Анисимов, Геннадий Лабзин. Наши новости. С 1 августа Wi-Fi в селах станет бесплатным. Плату за пользование высокоскоростным интернетом отменят там, где действуют точки доступа, построенные по федеральному проекту устранения цифрового неравенства в малых селах России. Работу начали два года назад в Рубцовском районе и сейчас в регионе действуют 59 точек доступа к оптическому интернету. Раньше пользователи этой услуги платили 45 рублей в месяц. А с сегодняшнего дня Wi-Fi будет для них бесплатным. До конца года к интернету планируют подключить еще 17 сел. Всего же в планах 257 населенных пунктов края. Жители одной из бийских многоэтажек жалуются на плохой сон и страх открыть окна. Причина всему – полнолуние. Так называется увеселительное заведение, в котором каждый вечер нетрезвые клиенты устраивают настоящие вальпургиевые ночи. Слово нашим бийским коллегам. Там драка есть, не что ли. Они всех прохожих собой пугают, орут, воют, а иногда и кусают. Жителям близ полнолуния эти строки выдумкой совсем не кажутся. По их словам, каждая ночь проходит здесь по одному и тому же сценарию. Сначала приходится терпеть музыку, а по окончанию работы дискобара – крики недовольных закрытием посетителей. Душа все еще просит праздника, потому они разбредаются по ближайшим дворам. Ежедневно жильцы находят остатки былой роскоши – окурки и бутылки. Я не убью тебя, я не убью тебя! Полицейские, которые приезжают сюда почти каждую ночь, успели стать жильцам хорошими приятелями. Потеряли покой бийчане еще в январе. Однако с приходом лета жить стало совсем невыносимо. Если зимой с закрытыми окнами посетители бара особых хлопот не доставляли, то сейчас все подробности жизни клиентов заведения слышно слишком хорошо. Разделять праздник завсегдатами полнолуния жильцы не намерены, потому они уже пустились во все тяжкие. Конечно, прибегать к осиновым кольям и серебряным пулям никто не собирается, однако написать коллективное обращение в администрацию города и в Роспотребнадзор жители все-таки решились. Что они нам написали? С указанной причиной громкая музыка, не согласна. В здании плотно закрыты окна, работает охрана, а также ведется активное сотрудничество с Приобским РОВД. У меня внук заходит и говорит, баб, посиди со мной. Думаю, что это с ним? Время без двадцати, четыре утра, и вдруг посиди со мной. Захожу к нему в комнату, слышна музыка, их разговор. Естественно, дочка просто забыла закрыть окна. Ну не можем же мы летом жить при закрытых окнах. От местных вордалаков страдают не только жители, но и владельцы полнолуния. По их словам, неадекватные посетители – настоящий бич заведения. Почти каждую ночь бар несет колоссальные убытки. Пьяные клиенты постоянно бьют посуду, выбивают окна, ломают мебель и устраивают драки. Дирекция решила пойти жителям навстречу. Совсем скоро здесь сменится охранное предприятие и улучшится звукоизоляция. Активно сотрудничать с Приобским РОВД. То есть, чтобы постоянные нарушители спокойствия плавно переходили из административных правонарушителей в уголовных. И это было уже назиданием для будущих нарушителей. Мне очень хочется, чтобы здесь собирались, так сказать, криминальные элементы нашего города. Владельцы бара готовы активно сотрудничать с жителями соседних домов. Им уже предлагали организовать совместную дружину для контроля разбушевавшихся посетителей. Однако жильцы на контакт не идут. Напротив, даже угрожают директору поджечь заведение. Такой проблемы можно было бы избежать, если бы и владельцы, и жители вместе взялись за решение общей проблемы. Диана Козлова, Андрей Сегаев. Продается крокодил-людоед. Такое объявление житель Барнаула разместил на одном из сайтов. Нильский крокодил является одним из самых крупных и опаснейших присмыкающихся этого семейства. Случаев, когда люди покупают экзотических животных, очень быстро избавляются от них сотни. В том числе и на Алтае. Куда отправляют диких животных хозяева, наигравшись, узнавала Яна Аксенова. Утро зайца Степы начинается не с кофе, а с чашки козьего молока. Два месяца назад новорожденного малыша барнаульцы нашли в лесу и принесли в зоопарк на воспитание. Это спасенная душа в зайчьем уголке барнаульского зоопарка. Но есть и подкидыши. В год кролика представители этого семейства в зоопарк принесли целых 80 штук. Люди переоценили свои возможности. Ребенок, которому покупали это животное, ухаживать не хочет. Маме это очень быстро с папой надоедает. И тогда они звонят в барнаульский зоопарк и говорят. Вы знаете, вот у нас такая ситуация. Мы купили ребенку животное и хотели бы вам его подарить. Новобранцев с похожей историей в зоопарке немало. К примеру, черепахи, которых прозвали сумчатыми. Их посетители принесли в сумках и тайком посадили в бассейн. Или гусь-гоша, чья хозяйка завела его в квартире и не ожидала, что птица вырастет до таких размеров. Африканский лев Алтай, гордость зоопарка, тоже пример необдуманного обращения. Девушка из Красноярска решила организовать бизнес. Фотосессия с дикими животными. И купила львенка. Разумеется, животное стало расти и, к удивлению хозяйки, очень быстро. А еще играть и устраивать беспорядок в квартире. Хозяйка схватилась за голову. Она показывала фотографии, высылала нам видео. Квартира была просто в плачевном, грубо говоря, состоянии. И, наверное, на третий или на четвертый раз после разговора с нашим директором, директор все-таки сжалился над этой девочкой. И забрали, так как у нас в то время еще не было льва. Но и это не предел. Объявление о продаже в Барнауле крокодила-людоеда появилось на одном из сайтов. Владелец пока бесплатно отдавать африканского хищника не собирается. Цена 65 тысяч рублей. Говорить с журналистами он отказался. Осенью Госдума рассмотрит законопроект о защите животных. По мнению разработчиков, он должен помочь, в том числе, упорядочить содержание и продажу редких и экзотических братьев наших меньших. В документе обозначат виды, которые можно будет встретить только в профессиональных зоопарках. Их запретят держать в частных коллекциях. Ведь, как показывает практика, нередко защитить зверя от человека важнее, чем человека от зверей. Яна Аксенова, Николай Шилко. Наши новости. В Барнауле впервые собрали и запустили настоящую машину Голдберга. Это, можно сказать, карикатурное устройство, которое выполняет простое действие сложным образом. Такое инженерное развлечение устроили барнаульские айтишники в день системного администратора. Масштабная конференция IT Summer 2017 собрала больше 200 айти-специалистов, системных администраторов, руководителей и программистов. Организаторы отмечают, никакой пустой теории рекламы, только полезная информация, которая поможет участникам конференции упростить и облегчить повседневную работу. Опытом делились разработчики, эксперты известных компаний, таких как 1С и лаборатория Касперского. Мы собрали все оборудование живое, то, что любят наши системные администраторы. То есть это целая стойка, которая нашпигована кучей оборудования, которое можно посмотреть, потрогать. Нам удалось пригласить на нашу конференцию очень крутых спикеров. Например, к нам приехал Сергей Голованов, это ведущий вирусный аналитик в лаборатории Касперского. Это очень известная личность, он путешествует по всему миру, он рассказывает про вирусы. И к этому часу у меня все новости. Телефон редакции в Барнауле 722-440. До новой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok